142-го Сауна. И мы знаем, что Писание говорит о том, что мы радовались. Не правда ли мы радовались? И в первую очередь тому, что мы наследуем спасение. Но это не значит, что в нашей жизни не бывает тяжелого времени. Это не значит, что в нашей жизни не бывает, когда мы плачем, когда душа разрывается, и даже когда горе может прийти в силу. Поэтому мы постараемся сегодня научиться, как намеряется, чтобы мир Божий сохранился в нашем сердце. Чтобы мир Божий действительно давал это благословение, а мир уже не благословение, чтобы отношения с Господом сохранялись. Мы уповали на Него, в надежде на Него. Очень многие события в нашей жизни, они встряхивают ее. И заставляют как бы взлететь сознание. Чтобы мы могли или смогли прочувствовать, на каком базе Семь-Семь. Что было нужно, чтобы приобрететь, а мы стали благодарны. Потому что очень часто мы оценили свешивание нашей жизни через прожитые года. Но Господь исполняет это для того, чтобы мы все же прочувствовали и сервили свое сердце. Я, как уже сказал, каждый день это должно быть правильной библейской практикой для нас. Не важно, 80 лет вам сегодня или 25. Каждый день исследовать светеца. К сожалению, немногие люди сегодня могут сказать, что они имеют действительно библейский опыт молитвы. Что они имеют библейское отношение с Господом, потому что очень часто нам не хватает, как вот у доброго водителя, который подъезжает на знаку стопа, смотря по лево-направо, убедившись, что нет машины, ехать дальше, чтобы избежать аварии. К сожалению, мы не просим Бога мудрости. И когда ясно с нас в стопе, Господь покажет, но мы не обращаем внимания, мы льем всех вперед. И бывают много духовных аварий. Много духовных аварий. И вот эта спешка в этом мире сегодня, и вот никогда времени не хватает, даже чтобы остановиться просто и встать на колени, хотя бы идти несколько минут, чтобы все же через свет Господень, или в свете Господень, увидеть себя и свою нужду в Нем. Давайте откроем Священное Писание. И по мере того, как я буду читать, мы будем рассуждать. Вот это молитвенная письма. Перебираем склон, да? Когда перебираем со склон, и звучит мозг, вот мы можем представить, как Давид возносил ту молитву. Он возносил ту молитву тогда, когда его жизнь произошла прогрессия. В конце своего царства, в конце своей жизни даже, когда его родной сын восстал против него, Алисалоп, имя Алисалоп, или правильно, Алисалоп на еврейце означает Отец Мир. Прекрасный. Евреи никогда не давали имена просто так. Они вкладывали значения, а значение в любом случае было пророчество, потому что все имена имели связь с Богом. С Богом. Они благословляли вот этими именами своих детей, потому что оно не просто так. Люди не придумывали. То есть они имели желание на будущее. И весь обстоятельство, как рождался этот ребенок, то есть они вкладывали это имя, имеющее связь с Богом, было вложено в нем, но благословение совершалось над этим ребенком, который входил в жизнь только тогда, когда он следовал за Богом. Когда он отвергал Господа, то все принималось совершенно противоположным чином. Прекрасный. А Веселом общалом. Но Игорь этот сын восстал против своего отца. Но Игорь здесь две проблемы. Ложью расстроил людей. Израиля против своего отца, чтобы захватить власть, убить Давидова. Вторая проблема, и это была самая страшная трагедия. А позорил он создавит. Взял его жалку. А поручил его жалку. Но когда Давид смотрел на эту ситуацию, он в корень проблемы видел свои собственные жизни. Давид вообще был яркий человек. И Бог его любил. Даже его имя, точный перевод, никто не знает, даже раввины, но предполагают, что значение его имени означает «друг Божий». Давид, утрома, которого была создана в матери, да? Давид, который всегда, всегда, жизнь которого была явлена в милость Божия. И он обращал внимание на это первое урок, которое мы должны вынести в нашу жизнь. Всегда обращайте внимание на действия Божия в вашей жизни. На милости Божия запоминать. Запоминать. И даже в мечте мы поем. Помните? Знаете? Милости Господней в милости. Это правильно. Почему? Потому что Бог есть верный Бог. И полно милости Божию это вдохновляет. Особенно, когда мы молимся, когда мы молимся, опираясь на Божьей милости, обетование это вдохновляет наши молитвы. Давид был яркий человек. С самого начала я думаю, он был помазан на царстве с умением пророка по милости Божьей. И далее, когда он пасаец отца своего Иисея, помните, приходил здесь и отнимал мне днем козелка. Давид вот не оставлял так просто. Это вот характер, это характер по сердцу Господнему, как у Якова. Помните Якова? Не отпущу! Пока не благословишь меня. Это характер Божий, я хочу сказать, Бог хочет видеть нас вот так, чтобы мы сражались за Нево Ивановск. Приходу, он говорит, нам отстали наш. Давид не оставлял, гнял, гнался, отнимал. А если с ней шел на него, Давид убивал. Ну, понятно, что Давиду туда не было, даже 20 лет ему не было. Ему было намного меньше. Думаю, 13-й может быть, 14-й, 15-й, может, 16-й. Хотя, ему сказано, это как о юноши. Но хотя интересно, что еврейские и еврейские традиции, если Ивану 40-ка лет еще нет, малой человек, вы юноша. Это правда. Это библейское определение. Вы юноша. Я уже не юноша. Но Давиду не было, как я сказал, и 20 лет. Он не обладал этой силой. Я не думаю, что он мог убить льва или медведь. Но Бог был с ним. Вот поэтому, когда он пошел, помните, я встал в Израильскую армию, отнести ее, брать им свои. И вот эта проблема с Гориафом, никто не мог с ним спрозиться, боялись, потому что Евгений был в рост. Видели? А Давид, он знал, что Бог с ним. Он знал, что Господь убьет. А Давиду. Это когда Саудову наши предлагали, иди это, возьми это, нет. И так оно и произошло. Собственно, мечом Гориафа была округлена его же голова. Но в то же самое время, Давид падал. В то же самое время. Бог его наказал, Бог его привязан, исцелял. Но доникается. И этот самый вот ключ, он оставлял свои грехи. Он указ, действительно. Он сокрушался. Вот в этом вся суть. И Бог с ним работал. Однажды ей дали сделать чужую женщину. Чужую жена. И когда ему сообщили, мы знаем эту историю с Руссией, что она беременна, помните, он послал злодием мужа, который был на войне. Звали его Урия. Он не был евреем, он был хитиянием, но он стал людей, поверили. И когда, помните, Давиду его расспрашивал, он его послал, коронялся стола своего, а потом иди домой. Я уже свои слова расскажу. Урия, дело в том, что, посмотри, насколько он искренне чистый человек. Он не пошел к себе домой, жить с вами. Он остался начинать обоворотом. Когда Давиду донесли, он его спросил, почему, он говорит, как я могу пойти? Мои люди там в сражении, а я что? Пойду отдыхать. И остался на второй день. А потом Давид ему дает, остался на второй день обоворот, дает ему письмо, где он сказал поставить его в самое жаркое место, чтобы его убили. И оно так и происходит. Убивает людей. А потом приходит пророк. Пророк Натанин, Ирина Павла. И рассказывает вот эту историю про одного богатого человека, к которому пришли с твоей гда, и у которого было много скота, и про этого бедного человека, у которого был вот этот ягненок единственный. Дети, которые покормили его с рук, и пожалел тот богатый, взял из множества своего, и взял огненок. И когда Данит услышал, он сказал, что тот человек, который так поступил, должен умереться. Вот интересно, когда мы слышим что-то о ком-то, мы всегда видим других людей. Мы никогда не видим себя, но почему-то мы видим всегда других, хотя поступаем может быть так же, или может быть даже еще хуже. Недовит убедил другого человека, а Господь говорит ему честь порог, это ты и тот человек. И дальше мы знаем, что было сказано. Неправда. Страшные слова. Да? За то, что ты пренебрег умною, сказал меч Господь никогда не отойдет от дома твоего. Ты сделал тайну с тобою из дома твоего. Поступи. Господь наказал Давид. Правда сказано, что он не умрет. Снят крестиво, потому что леса крушиваются. Но ребенок, который летился первым, отверстия умер. Мы это знаем. Словом он был второй. Словом он был второй. Даже было сказано, что все за то, что он дал повод, повод врагам Божьим улетит Господь. Вот это страшно. Мы как христиане, я понимаю, не дай Бог, но бывает у нас. Да, хотя нельзя так говорить. Если мы христиане, мы христиане, то мы даже поставим связь за собой. Но если не дай Бог, мы даем опыт, ненавидящий Господь, улетит мы и за нашу жизнь, и за наши поступки. Но Бог сказал и определил, и никто это отменить не может. И вот прошли года, 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 много лет, и это бумерангом возвращается в жизнь Дарина, удаляет его по голове. Ну, что делать? Кому идти? Куда идти? Может быть, сегодня кто-то переживает трудности братья и сестры? Большинство проблем, которые мы не имеем, мы за соглашение, но не всегда. Не всегда. Когда Господь испытывает, проверяет, все так, но большинство проблем все же соглашение. И болезни не всегда, еще раз повторюсь, не всегда, но очень часто ее соглашение можно. Но Господь исполит нет. Почему? Потому что это винограды добрые, хотя больно проводится операция, когда берутся ножницы и подрезаются, это очень больно. Но все равно цель Божия очищать, приготовить и сохранить нас для вечного царства. Но как бы это не было из-за нас, или нет, потому что и люди разные окружают нас, и завистливые люди есть, и они тоже приносят проблемы в нашу жизнь. Но как бы это не было, Господь хочет, чтобы мы открывали все сердце? Давайте поспорим. Как Давид открыл свое сердце? Он знал, Господь, он уже не молодой человек, но он очень сильно устал. Но вот он начинает целовать. сердце свое. Как бы вот когда он говорит, это плач, он плачет, он поет, он плачет. Вот эта молитвенная песня, это плач. Его сердце, это плач его души. Первый восток, Абсалон Давид. Господи, услышь молитву мою, в нем и молению моего поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдаясь при Тоборе ни один и живущий. Давид прекрасно знает, что только у Господа успокоили. И в других псалмах мы это видим, это прослеживается красной нитью. Давид знает, что только в Боге может успокоиться, душа его, но он кричит. И когда он обращается к нему, как бы услышь, как бы в будущем время, но разве Давид не знает, что Бог его услышит, знает, знает, что Бог его слышит. И он также знает, что только Бог может успокоиться.